ПЕСНЯ Жуковский ПЕСНЯ Жуковский ПЕСНЯ Мария Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. ПЕСНЯ Предметы, избранные ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек был равным страстью, и что родители его любезные, заметья их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу вечной любви, сетывали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем... Не можем дышать. А воля родителей препятствует нашему благополучию? Благополучию препятствует. То нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась руманическому воображению Марьи Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание, но переписка сделалась с тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему. Умоляю вас. Придайтесь мне. Предаться. Повенчаемся. Тайна. Венчаться. Венчаться. Несколько времени скрываться, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно же, будут тронуты, наконец, героическим постоянством нашим. Несчастьем нашим. И скажут нам непременно. Дети, придите в наши объятия. Звучит. Дети, придите в наши объятия. Он свечой, если не приносит. О, Господи, Бог. Дети, придите в наши объятия. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал Симон. Субтитры подогнали Симон. Нужно ещё трёх свидетелей. Послушай, отобедаем-ка мы вместе. Уменим, а? Тихо, тихо, тихо. Ну, надо ехать искать. Нужно ещё два свидетеля. К вечеру в Жадрино. Помилуй, да за этим дел не станет. Уже послано. Сейчас явится наш землемер Шмидт. Знаешь, нет? В усах и шпорах. Ну, и сын нашего капитана-исправника недавно поступил в Улан. А они не помилуют. Помилуй, да они не только примут твоё предложение, они даже будут готовы пожертвовать для тебя. Своей жизнью. Клянусь тебе. Еду домой. Еду домой. Еду домой. Приготовляться. Вечером. В Жадринской церкви. В Жадринской церкви. В Жадринской церкви. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Наступил вечер. ПЕСНЯ Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива. Она втайне прощалась со всеми особыми, со всеми предметами ее окружавшими. Ужинать мне хочется. Что с тобой? Лучше не больна ли ты, Маша? Доброго. Доброй ночи. Простимся, папенька. О, слави тебя, Господь. Доброго дня! ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного тережку в Ненарадово с своей тройкой и с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь и один, без кучера. Отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать Марья Гавриловна. Все уж готово, барышня. Я не поеду. Через полчаса, через полчаса навсегда оставлю ее родительский дом. Свою комнату, свою тихо-дивическую жизнь. Да, утритесь! Ну что вы? Вот так. Так. Сейчас, сейчас. В доме все утихнет, все заснут. Так. Хорошо, хорошо. Так. Ну, давайте, давайте. Колесочку, сучку. Так. Вот. Вот. Вот и хорошо. Продолжение следует... Одевайтесь, барышня. Одевайтесь. Вот капот. Ну, одевайтесь, жену. Одевайтесь. Так, господи. Окутайтесь шалью. Шкатулка моя, господи. Да вот она. Да на дворе метель воет. Ну, сойдем в сад. Дойдем до конца. А там на дороге нас сани дожидаются. Кучер Владимир Николаевич. На дворе была метель. Ветер выл. Ставни тряслися и стучали. Все казалось и угрозой, и печальным предзнаменованием. Все кажется мне угрозой, печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснуло. Они сошли в сад, метель не утихала. Ветер дул навстречу, как будто сились остановить молодую преступницу. Они на силу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади прозябных не стояли на месте. Кучер Владимир расхаживал перед оглоблями, удерживая ретелых. Он помог барышне и ее девушке усесться. И уложил узлы и шкатулку. Взял вожжи, и они полетели. Чатся тучи, вьются тучи. Невидимкая луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. Еду, еду в чистом поле, колокольчик, динь, динь, динь. Страшно, страшно по неволе средь неведомых равни. Еду, еду в чистом поле, колокольчик, динь, динь, динь. Страшно, страшно по неволе средь неволе средь неведомых равни. Наконец, он увидел, что едет не в ту сторону. Хоть убей, следа не видно. Сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам. Сколько их Куда их Волонят Что Так Жалобно Поют Бо человек Пол didn't Не Боц Субтитры подогнал «Симон» 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 А ты отколь? Не можешь ли ты, старик, достать мне лошадей до Жадрина? Дыкать. Какие у нас лошади? Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу. Сколько будет угодно. Постой. Я тебе сына вышлю. Он тебе и проводит. Постой. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, что тебе надо? Ну, что ж твой сын? Сейчас выйдет, обувается. Аль, ты прозяб, зайди в Запогрец. Благодарю, высылай скорее сына. Ну? Который час? Да уж скоро рассвенит. Пели петухи, и было уже светло, как достигли они жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидал ее. Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марии Гавриловны, каково ее здоровье, как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала дедурно, но что ей дед теперь легче, и что она дед сейчас придет в гостиную. Маша. Доброе утро, мой ангел. Блослави тебя, Господь, как твое здоровье. Как ты почивала, Маша? Почивала дурно, мам. Как твоя голова, Маша? Лучше, папе. Ты верна, Маша. Вчера угорела. Угорела ты, Маша. Угорела? Угорела. Может быть. Может быть. Да, но мне теперь легче. 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 День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больной в бреду. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Ступайте, ступайте. Письма накануне ею написанные были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Ну, что она? Бредит. Слова ее несообразны нищим. Понять можно только, что дочь наша, батюшка, влюблена смертельно. Ну, что она? Сильная горячка открылась. От судьбы не уйдешь. Суженого конем не объедешь. Бедность не порог. Не с богатством жить, а с человеком. С милым и в шалаше рай. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание. Дитя плачет у матери сердцем. И нынче, где их уголок, или уже они увяли, как сень неведомый цветок, как сень неведомый цветок. Между тем, барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврила Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Что-то давно не видно было Владимира Николаевича у нас в доме. так надо послать за ним сейчас просить пожаловать. вот явится Владимир Николаевич и мы ему объявим. Мы неожиданное счастье. Мы согласны. А? Ну, каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они полусумасшедшее письмо. Милостивый государь. Нога моя никогда не будет в вашем доме. и прошу забыть о несчастном, для которого смерть остается единую надеждой. Единую надеждой. милостивый милостивый государь, нам нога моя не будет никогда в вашем доме и прошу вас забыть о несчастном, для которого смерть остается остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал ли и та же в армию. И где теперь их уголок? Что Владимир уехал в армию. И они уже уехали как тот неведомый цветок. Это было в 1800 в 12-м году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным. Она упала в обморок и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава Богу, обморок не имел последствия. другая печаль ее посетила. Гаврила Гаврилович скончался, оставив ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее. Она разделяла искренне горечь бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с ней не расставаться. Маменька, я всегда буду разделять вашу горесть. Я никогда с вами не расстанусь. Мы обе оставим Минорадова. Оставим, маменька, оставим Минорадова. А теперь это место печальных воспоминаний. Поедемте жить в Горюхину. Между тем война со славой была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни Виван Рикатор, Тирольские вальсы и Ари Жаконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались возмужав на бранном воздухе обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова «Время незабвенное». Время незабвенное. Время славы и восторга. Как сильно билось русское сердце при слове «Отечество». Как сладки были слезы свидания. С каким единодушием мы соединяли чувство народной гордости и любви государю. А для него какая была минута. Маменька. Маша. Что? Ты, Маша, и милая, и богатая невеста. Женихи кружатся около тебя, как и прежде. Маменьку. Ну, пора. Ну, что пора? Ну, пора выбрать себе друга выбрать. Ты же, Маша, не подаешь немалой надежды никому. К соседям наши. Что соседям? соседи наши, когда узнают обо всем, девятся, Маша. Чем девятся? Девятся твоему постоянству, твоей холодности, твоей задумчивости. нет, нет, нет. Память его священная для меня. для меня. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления французов. нет, нет, мамик. Мамик, память его священная для меня. Я сберегу все, что его напоминает. Книги им прочитаны, его рисунки, его ноты. Мамик, стихи им переписаны. Господи. Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла, восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они «Ура!» и в воздух чепчики бросали. кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой. «Ура!» 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в своей губернии И не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее Появление в всех местах офицера было для него настоящим торжеством И любовнику в Афраке Плохо было в его соседстве Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями Но все должны были отступить, когда явился в ее замке Гусарский полковник Бурмин Гусарский полковник Бурмин Гусарский полковник Бурмин Приехал в отпуск В свои поместья По соседству с вашей деревней Да, да, деревня Бурмин Бурмин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Всегда тягост на женскому сердцу. Мне не спится, нет огня, Всюду мрак и сон докучный, Хоть часов лишь однозвучный Раздается близ меня. Парки бабьи лепетания, Спящей ночи трепетания, Жизнь и мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот? Укоризный или ропот Мною траченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу. Смысл я в тебе ищу. Ее военные действия имели желаемый успех. По крайней мере, Бурменин впал в такую задумчивость. И черные глаза его с таким огнем Останавливались на Марье Гавриловне, Что решительная минута оказалась уже близка. А где же Марья Гавриловна? Она в саду. Идите к ней. Идите. А я вас буду здесь ожидать. Идите. Иду. Идите. 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 КОНЕЦ Бурмин нашел Мария Гавриловна пруда под ивою, с книгою в руках, настоящей героиней роман. А вось дело сегодня же кончится. КОНЕЦ После первых вопросов Мария Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Я давно искал случай открыть вам свое сердце. Я вас люблю. Я вас люблю страстно. Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке видеть и слышать вас ежедневно. Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминание об вас ваш милый несравненный образ отныне будет мучением и отрадуемой. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность. Открыть вам ужасную тайну. И положить между нами непреодолимую преграду. Она всегда существовала. Я никогда не могла быть вашей женой. Знаю. Знаю, что некогда вы любили. Но смерть и три года сетваний добрая. Милая Марья Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье. Если бы молчить. Ради бога, молчить. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую. Вы были бы моею. Но я несчастнейшее создание. Я женат. Как? Я женат уже четвертый год. И не знаю, кто моя жена. И где она. И должен ли свидеть с ней когда-нибудь. Боже мой, как странно. Ну, продолжайте, продолжайте. Говорить, я вам после скажу. В начале 1812 года я спешил в Вильню, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию, поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг... Вдруг началась ужасная метель, и смотрители, ямщик советовали мне подождать. Я их послушался. Но непонятное беспокойство вдруг овладело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Так и толкал. Между тем метель не унималась. Я не вытерпел, приказал опять закладывать, и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекой, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены, ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу. Таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала. Я увидел огонек, велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви горел огонь. Церковь была отперта. Вокруг стояло несколько саней. По паперти ходили люди. Сюда, сюда, закричал несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. Где ты замешкался, спросил кто-то. Невеста в обмороке, поп не знает, что делать. Мы готовы были ехать назад. Иди же скорее. Я быстро прошел в церковь, слабо священную двумя или тремя свечами. Девушка сидела в углу на скамейке. Другая натирала ей виски. Слава Богу, на силу вы приехали. Совсем в бары не утомили. Сюда! Сюда, сюда! Сюда, сюда! Помилуй, да где ж ты замешкался? Невеста в обмороке, поп не знает, что ей делать. Мы уже собрались ехать назад. Отмой, да где ж ты спал. Прекажете начинать? Начинайте, батюшка. Начинайте. Начинайте. Начинайте, батюшка, сказал я. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна. поцелуйтесь. Поцелуйтесь. Непонятно. Непростительная ветренность. Я встал подле нее, перед налоем. Священник торопился. Трое мужчин держали невесту и были заняты только ею. Нас обвенчали. Нас обвенчали. Поцелуйтесь, сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать. Она вскрикнула, ай, не он, не он. И упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся. И вышел из церкви безо всякого препятствия. Бросился в кибитку и кричал, пошел. Боже мой, вы не знаете, что сделала с вашей бедной женой. Не знаю. Не знаю. Не знаю, как зовут ту деревню, где я венчался. Не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности. В преступной моей проказе, что отъехав от церкви, тут же заснул. А проснулся на другой день, на третьей уж станции. Слуга, бывший тогда со мной, умер в походе. Так что я не имею надежды отыскать ту, над которой пошутил так жестоко. И которая так жестоко теперь и томщена. Боже мой. Боже мой, так это были вы. Вы не узнаете? Бурмин побледнел и бросился к ее ногам. Цветок засохший, без уха мой, Забытый в книге вижу я. И вот уже мечтою странной Душа напомнилась моя. Душа напомнилась моя. Душа напомнилась моя. Душа напомнилась моя. Знакомой ли рукой И положу сюда Зачем? На память нежного свидания Или разлуки раковой Или одинокого гулянья В тиши поле, в тени лесной И жив ли тот И так живали И нынче Где их уголок Или уже они Увяли Как сень неведомый цветок Как сень неведомый цветок Или все Как теперь Если вы так elaborate ette